Если кто-то тронет военнослужащего, уйдет как минимум без рук. Заявления Лукашенко с каждым днем становятся все жестче. Студентов за участие в мирных митингах отчисляют из вузов, работников предприятий увольняют. А еще теперь белорусы не могут вернуться домой. Из соседних стран Лукашенко закрыл границы. Подробности в материале наших корреспондентов. В Минске возле вузов собрались люди, чтобы поддержать студентов и преподавателей, которых отчисляют и увольняют за участие в мирных протестах. Руководители 10 столичных университетов выполняют приказ Лукашенко отправлять на улицу всех несогласных с его политикой. Я пришел поддержать наших студентов, потому что они такие молодцы. Я могу сказать, что когда мы учились, такой бы массовости, мы бы не смогли создать. Они сейчас друг за друга. То есть мы хотим им показать нашу поддержку, да, мы выражаем нашу поддержку, что они не одни, мы все вместе хотим лучшего для нашей страны. Сотрудники вузов требуют восстановить отчисленных студентов. 60 преподавателей Академии искусств подписались под открытым письмом. Они призывают решать политический кризис не репрессиями, а переговорами. Лукашенко же к диалогу не готов. Его заявление день это дня все жестче и все более похоже на ультиматумы врагу, а не обращение к соотечественникам. Тем, кто сегодня выходит на железную дорогу, тем, кто вешает фашистские знамена на линии электропередач, словом, те, кто сегодня пытаются разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Белорусы не изменяют себе. Их протесты остаются исключительно мирными. К общенациональной забастовке присоединяется все больше рабочих с белорусских предприятий. Руководство заводов грозит им увольнениями. Я устал от несправедливости, от беззакония, которое происходит в нашей стране. Я не могу оставаться в стороне. Я не могу дальше работать, зная, что за мои налоги оплачивают режим, оплачивают незаконные действия. Александр Лукашенко, чью легитимность на посту президента Белоруссии не признают, Киев и Брюссель днем ранее приказал закрыть границы с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Открытыми остались лишь пункты пропуска с Россией.